Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. У меня есть цель, и я о ней помню. Я варю контент, как повар. Всем привет, это наш новый выпуск. И сегодня мы посещаем Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Пескова. Провели мы разведку, докладываем. В общем, здесь есть несколько маршрутов, несколько направлений. Есть музей пожаров, музей природы, Бобровый городок, Малая Черепахинская, музей Пескова. В общем, мы выбираем себе самое интересное, посмотреть живых бобров. И здесь самый дорогой билет, 270 рублей с человеком. Краткая история про заповедник. В 1922 году здесь было обнаружено небольшое поселение бобров. И дело в том, что в то время их численность очень сокращалась из-за того, что их отлавливали на шубке. И когда обнаружили здесь в экспедиции бобров, то решили здесь сделать сразу же заповедник. Поймали первого бобра. И с этого началось их размножение в этом заповеднике. Потом их развозили по всей России. Говорят, что 50% всех бобров в России как раз-таки отсюда, с Воронежского заповедника. Только администрация, Даша, пойдем, разузнаем ход. Здравствуйте. Мы к вам идем, гости. А вы нашим гидом будете, да? Ну да. А туда давайте я чуть-чуть поднимаю, чтобы понятно было. Не-не-не, не надо. Зашли мы вот во внутрь первого здания. Здесь уже я вижу первого бобреныша. Они не все, да, заполнены вот эти бобры? Нет, они все заполнены. Просто они ночные, сумеречные животные. Поэтому сейчас, в первой половине дня, они менее активны. Значит, твою активность начинают где-то часа в 3-4 уже. Вот. Ну и ночью, естественно. Это малыши наши. Это маленькие, да, Аня? Да, это маленькие. Вот. Родились в этом году. Вот первая цифра, это порядковый номер в году. Они приносят потомство один раз в год. Это что это обозначает? Первая цифра, это порядковый номер в году. Вот он родился, допустим, 3-й и 4-й бобрята. В 20-м году. То есть пол у них еще не пишется. Поскольку у них наружных половых органов нету. И пол определяется только, когда они становятся половозрелыми. Вот. То есть где-то в года 2 они становятся половозрелыми. Но тогда опытным в лабораторных условиях у них определяется пол. Поэтому сейчас здесь пол не стоит. Они боятся людей? Ну вас боятся или они такие более любопытные? Нет, они сейчас, ну, малыши поначалу, когда малышей сюда перевели, конечно, они были пугливые, они сидели в катке, они не выходили, они плюхались в воду, в воде они спасались, на дно заляжут и лежат. Они рождаются маленькими, но полностью, 400 грамм всего, но полностью опушенные, зрячие. И даже есть у них пара резцов. Но они еще такие, как ногтики, нежные. В основном они питаются корешками, наверное, да? Они питаются, да, корой, деревья. Они очень любят осину, например, и иву, потому что мягкая порода деревья. Очень сильно. А вот, корешками, листиками. Ну, здесь мы еще их подкармливаем и морковочка, капуста, яблочки они очень любят. Стружка от дерева, они съедают коробку, а стружка от дерева идет им на подстилочку. А кто на них нападает? Кто для них, кем, для какого? Волк. Волк самый, да, нападает? Ну, в наших краях. А вообще медведь еще может их поймать. Вот, живут они в среднем 20 лет. Ну, у нас они могут чуть побольше прожить. Смотрите, как интересно здесь оборудован вольер. Вот это ящик, это типа их конурат, но есть, да, выход. Вот там, и они в свободное время, когда они захотят, выходят и принимают ванны. Я водяного ванны. Вот сапитка. Метод имеет такое свойство, что верхняя часть ось намахает, а под пушей у них не намокает. То есть они вышли, встряхнулись, и они сухенькие. Поэтому зимой они вот не мерзнут, скажем так. Ни спячки, ничего нет? Нет, нет. Вот в активной жизни. И зимой, когда река полностью покрыта льдом, то есть толстый лед, они плавают под водой. Вот вы в Бабранере мы увидите, что хатка у них находится на берегу. То есть заплывают они под водой, а сама лежиночка сверху. Ой, они целуют, да? Слюбкой, да. Самое запоминающееся, что мы сегодня узнали о бобрах, это то, что эти животные моногамны. Самец с самкой встречаются один раз и на всю жизнь. Оно бывает такое, что вдруг самец, если умирает, то самка может взять себе в партнеры своего старшего сына. И также бобры очень полезны для природы. Они буквально из сухого места, из ручейка могут сделать полноводную реку. И вообще они огромные трудоголики, большие трудоголики. Они трудятся целый год, они не впадают в спячку, они строят свои норки, делают плотины. Вообще они очень милые. Сейчас пузико чешет, смотри. Пузик чешет. Ты слышишь эти звуки? А это посетители? Да, это просто мы посетители. Так что я уйду, Людмила Александровна, в музей. Следующее место, которое мы посещаем, это Бабронариум. Да, журналисты с журналистами. Ну просто у нас сейчас без экскурсий. Журналистам когда попросили позвонить, попросили рассказать. Сегодня должны были прийти журналисты, и вот нас восприняли за журналистов. Нам повезло, нам дали гида. Что-то жует, так отсвечивает, не заснимешь красиво. Сейчас мы подошли к такому стенду, где расположены вещи, из-за которых убивали бобров. Это, видите, меховые шапки, шляпы, изделия из шерсти. Также в углу мы видим таких два мешочка, похожих на мужские яички. Это препуциальные мешочки бобровой струи. Бобровая струя использовалась в парфюмерной промышленности для закрепления ароматов духов. А еще они использовались для лечения разных заболеваний. То, что мы вам сейчас показывали, вот эти бобры плавают, это просто они живут на территории питомника. А так здесь же еще большой заповедник, и они здесь живут в дикой природе, и здесь их около 400 штук. Бобер хочет выбраться на свободу. Свободу, бобра! Даже слышно, как он лапок в стекло стрибет. Безняжечка. Просто не могу его за руку взять. У него на задних лапах перепонки. Он ими отталкивается, когда плывет. А передние у него прям ручки, как у человека. Всего здесь на территории, получается, три здания. Первое здание, где живут бобры. Второе здание – бобронариум. Это в аквариуме большом живет семейство бобров. И дом бобра, пока мы не знаем, что там. Вы, кстати, заметили, мы с Сашей остались вдвоем. Потому что нас покинул наш гид. У нас произошла очень смешная ситуация. Мы, когда пришли сюда, нас встретили чуть ли не с каравая. Типа, здравствуйте. Нам только что позвонили, сказали, вы что пришли. Мы такие, ну, ничего себе. Они говорят, ну, мы сейчас откроем вам все музеи. Дали нам гида. А вообще, я читала на сайте, что сейчас гиды не проводят здесь экскурсии из-за коронавируса. Ну, а оказалось, что они нас приняли за журналистов. Женщина нам начала провести экскурсию, стала нашим гидом, все нам рассказывает. И тут мы выходим из одного здания, и она встречает другую женщину с теми журналистами. Она говорит, вообще-то вот эти журналисты, а не вот эти. Она даже расстроилась. Ну, вот такая. И она говорит, ну, ладно, я вам еще чуть-чуть покажу. Я говорю, а дальше вот дом бобра вы сами посетите. Нажимайте на кнопочки, на стенке диарами будут высвечиваться фигурки животных, какие-то голоса услышите. Таких сценарных местных, там, кармашок, следы будут дальше. И очень интересные. Проходите, читайте. Спасибо. Спасибо. Пойдем. Здесь мы уже не увидим живых бобров, здесь будут интерактивные игры. Как и любого животного, у бобра есть не только друзья, но и враги. Рыба может съесть бобра? Выдра? Орел? Копа. Лисица что делает? Здесь представлено даже дерево, которое он грыз бобер. Смотрите, что топором здесь его рубил. Деревья, они валят только осенью. Когда они запасаются кормом на зиму, они могут свалить дерево. То есть, в принципе, если человек думает, что бобры, они такие вредители и съедают все деревья, то это не так. Они летом и весной кушают травку, растения. Скелет бобра. Следы волка, лисицы, медведя. А тут так светишь, ничего не видно. Большой. Росомаха. Ой, смотри, росомахи как у волка почти. Выдра. Норка. Андатра. Ух, лям, андатра как будто ящерицы. У бобра, видишь, перепонки задние, а это ручки. Мы решили прогуляться до тропы. Черепахинская тропа в лес ведет. Тут у нас метель недавно была, так проймело. Но, говорит, мы вчера чистили, но хотите, говорит, попробуйте пройти. Как раз должны к реке выйти. Снег в этом году что-то наладил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Прошлись мы по маршруту. Ну, хочу сказать, ничего такого удивительного на маршруте не увидели. Просто шли по такому деревянному мостику, на такой, больше на настилок, похоже, где-то полметра от земли. По всему маршруту такой мостик был. Животных никаких не встретили. Лисичку бы увидели бы, но никого не было видно. И уже, как видите, вернулись в машину. Сейчас попьем чайку и будем выдвигаться обратно в город. Долго от вас это скрывали, но все-таки настало время показать вам, что же находится внутри вот этого корабля. Наша знаменитая Готта-предестинация. Это первый линейный корабль, который был построен и спущен на воду прямо здесь. И построен он был Петром Первым. Это его макет. В точности, как он был. Вот. И, наконец-то, наконец-то пускает внутрь корабля, потому что была пандемия, коронавирус. Вот. А сейчас можно зайти наконец-то внутрь. Пару слов о погоде в городе. Очень мне нравится жить в Воронеже, потому что погода каждый день разная. Вчера была оттепель, все растаяло, была плюсовая температура. Сегодня минус 12, все замерзло. Но зато есть плюс, можно одевать коньки и прямо сразу от подъезда потихно до любого места города. Только у нас нет коньков. Сугаемся. Спасибо. Даша, пару слов о билетах. Так. Вот такая у меня маска сановодельная. Так, билеты стоят 200 рублей взрослый и 100 рублей детский. Так, все, тут надо быстрее идти. Моя, поснимай, ладно? Как вы будете рассказывать? Можно нет. Наконец-то мы попали вовнутрь корабля. Как видите, нам сказали одеть масочки. Нам дали гида, но он сказал, что не надо меня снимать, поэтому мы будем рассказывать с его слов. Сейчас мы находимся внутри корабля. Впервые он был спущен на воду в 1700 году. То, что мы здесь видим внутри, это уже додумывали авторы, потому что никаких экскизов, рисунков не осталось. Вообще, сам корабль, это макет настоящего корабля, полностью сделан, идентично практически. Но он уже сделан, конечно, не так, как старый корабль. Он сделан сейчас из двух частей. На нижней палубе находится дизельный мотор. И этот корабль может передвигаться со скоростью в 16 км в час. Мы сейчас снимали корабль, грубо говоря, вот тут сейчас должен был припаркован быть на вот этом месте. Вот церковь до сих пор сохранилась. Она, кстати, когда я был маленький, была практически полностью разрушена. На противоположной стороне реки сейчас до сих пор находится остров. Но раньше он был гораздо больше, сейчас искусственный остров. его время строительства и хранилища полностью затопили. Поэтому вот этого настоящего острова не осталось. Здесь строили корабли. Сейчас мы находимся на верхней палубе корабля. Здесь у нас расположены пушки. Еще здесь есть вот такой шпиль. Он так и называется. В него вставляли вот такие палки. Вот так крутили и поднимали и опускали якорь. Вот эти палки. У них наверняка какое-то название есть, но я его не запомнил. То есть они вставлялись в специальные прорези и действовали как рычаг. Сейчас, уважаемые гости, мы находимся с вами в так называемой кают-компании. Такое помещение служило столовым местом для отдыха офицеров. Однако, за времена Петра кают-компания находилась не здесь, а в кормовой части. А вот это помещение выглядело немножко иначе. Оно разделялось деревянной перегородкой по фок-мачту. На месте стола находилась корабельная печь и корабельная кухня, поварня. И вот это помещение было больше хозяйственным. Кстати, вот эта птичка недаром здесь находится. Это одно из развлечений офицеров. Они могли взять с собой на борт какое-нибудь животное, но птичку могли взять или кошку. А вот это у нас две двери. Это, кстати, два туалета. А вообще должно быть их настоящие копии должно быть четыре. Но здесь их два. Ну, в общем, мы узнали у гидов, что не прям тут все идентично сделано, но все равно кое-что изменено, чтобы легче было показывать. Ну и, наверное, сделать. Так, а здесь у нас как раз тот самый гамак, в котором отдыхали матросы. Это помощник капитана. У каждого офицера был помощник. Так, идем дальше. А тут комнатки такие все небольшие. Так, а здесь у нас стол с тяжелыми такими специальными предметами, чтобы они со стола не съезжали. И вот такой иконостас раскладной, чтобы он легче удерживался и не падал. И как, что? Церковь переносная. Да, переносная церковь. Так как корабль полностью выполнен все выполнен раньше был из дерева. То есть он мог легко сгореть. Поэтому огонь на корабле разводился очень регламентированно. И вот над такими фонарями внизу стояло ведро с водой и песком. Мало ли что, свечка выпадет, и корабль сгорит. В этот раз с пиодом. Это орудийная палуба. Что же это? Итак, уважаемые гости, мы сейчас спустились с вами на орудийную палубу, где находилось самое большое количество вооружения. Иногда ее называют гандек. Всего на год по дистинации было 58 пушек различного калибра, и большинство из них 26 находились именно здесь. Вес одной такой пушки полторы тонны. Ее заряжали вот таким чугунным ядром, вес которого около 8 килограмм или 16 фунтов. Собственно, орудие 16 фунтов здесь находится. Как происходил сам заряд. Все пушки стягивали в центр палубы, цепляли канатами за металлические кольца РМУ. Затем через дуло закладывали небольшой отмеренный мешочек с порохом картуз с помощью шутла. Затем забивали уплотнение из войлок или скрученную ветошь для того, чтобы зафиксировать положение ядра. Ветошь называлась пышь, и пышь забивалась с помощью вот такого прибойника. Затем закатывали чугунное ядро и забивали еще один войлочный пышь. После этого матросы, которые составляли орудий на прислугу к пушке, прокалывали мешочек с порохом с помощью иголок протравников порту и к нему подходил старший матрос или комендор, который выглядел вот так. Комендор обычно подходил с вот таким зажженным палником, с помощью которого поджигалась пороховая дорожка на орудии. Пушка стреляла приблизительно метров на 300, а затем от силы отдачи возвращалась в исходное положение. Находимся мы сейчас на орудийной палубе. Здесь располагалось 80 матросов. Здесь они жили, здесь они спали в гамаках. И, кстати, если матросы погибали, их зашивали в гамак и сбрасывали в море. Эта традиция длилась до начала 20 века. Давайте пройдемся чуть-чуть по основному залу и посмотрим, что здесь есть. Пушечки сверху висят шомполы, чтобы заряжать, прочищать. Здесь прям уже чувствуется такой дух корабля. Знаете, что это за рычаги? Это специальная помпа. Кто здесь отработал на этой помпе, это считалось очень тяжелой работой, потому что приходилось пачать очень часто. Саль, понимаете, работа это будет непростая. Я не знаю, я не знаю, что у вас не буду. Вот матросы эти, одет он очень просто. Но не знаю, как они в зимнее время одевались. Сейчас бы в такой одежде он бы замерз бы. В руках он держит запальник. А вот это приспособление сделано для того, чтобы просушивать канаты. В старые времена их специально маслом смазывали, чтобы они дольше отхаживали, иначе он просто после воды сгниет. А вот гамачки, которые являлись местом отдыха и гробиком. если что, потом еще водичку. Уважаемые гости, мы сейчас спустились с вами в нижнюю часть нашего корабля, в триум. Мы под водой в этой линии вот здесь. То есть мы с вами уже в металлической части корабля находимся. Естественно, трюм таким не был, и во времена Петра пространство помещения было заставлено продовольственными боеприпасами. Тюм, естественно, был нежилым, и был немножко больше, потому что, опять же, современные помещения немножко пространство съедают. На вот такой печке готовили еду раньше. Только она стояла раньше здесь не в трюме, а на верхней пауле. Вот мы видим манекена. Здесь в углу. На нем голландская форма, но это врач, потому что раньше по контракту очень много было иностранных людей, и они служили в той форме, в которой им было удобно. И самое главное, как закончилась судьба этого корабля. Потом попал Петр I в окружение, и русские были вынуждены с Османской империей заключить договор по уничтожению Азовского флота, и этот корабль был передан тем, против кого он изначально создавался. То есть Османская империя его забрала. И потом он прослужил еще какое-то время, и было разобрано запчасти. А вообще он до этого 18 лет прослужил, потому что боях не участвовал. Для корабля это был большой срок. Обычно корабли 5-10 лет всего служили. Здесь у нас тоже, видите, манекены. Это бомбардир. Он взрывчатку поджигал, там и гранаты кидал. А рядом это матрос, который перевозил офицеров с корабля на корабль, либо на сушу. Такое они прикольное в желтой форме. Здесь оружие. Всякие мушкеты, пистолеты. Да, есть пистолет. Кортики. Так. Так, вот тут я что-то прослушал, кто это на выглядит, они красивые. Вообще форма раньше, да, была такая красивая. Мне нравятся обувь. Я обратила внимание на ботинки, мне они понравились, они очень симпатичные. И еще нам рассказали один интересный факт, что раньше обувь делали, не было разделений на правую и на левую. То есть просто она была одинаковая. И когда она разнашивалась, тогда она уже была похожа либо там на правую, либо на левую. Наша экскурсия подходит к концу. Все очень быстро, все бегом, поэтому, ну и мы так же снимали прям очень быстро. Надеюсь, что нам удалось хоть чуть-чуть вам показать, что находится на корабле. Надеюсь, что-нибудь получилось. Слушайте, у нас здесь как на Байкале, на зимнем, посмотри, видно допустим. Если заполировать. Вот это голодина. Сколько что у нас там градусов, дай я посмотрю. Пока дощелкаешь на Рено. Минус 13. На этом наш выпуск не заканчивается. Мы продолжаем. Впереди у нас еще будет ночное приключение. Так что оставаемся с нами. Даша, ну рассказывай, давай. Что происходит. Сейчас мы идем выпускать небесный фонарик. Мы приводили стрим, приводили прямой эфир на YouTube. и заполняли желаниями небесный фонарик. Я думаю, все знают, что это такое. И сегодня мы будем эти желания отправлять в космос. Потому что сегодня в ночь наступает китайский Новый год. И все загаданные желания обязательно сбудутся. А мы их еще отправим в космос. Единственное, у нас получится. Мы сейчас идем по водохранилищу, по льду. Мне очень страшно. Подходите тут. Да не бойся. Дошли мы до определенного места, в котором мы решили запустить шар. Сейчас делаем подготовительные работы. Надо... У нас факел с собой. Мы хотим использовать в этот раз факел, потому что первая наша попытка запустить шар не увенчалась успехом. Поэтому второй раз все это делаем. Так как у нас шар тоже пострадал, подгоревшая вот эта вот часть, она тоже стала меньше. Поэтому мы решили намотать тряпки и использовать розжиг. Так, а зажигалку? Жалко меня. Давай сначала сейчас шар подержишь. Я пропитаю чуть-чуть вот эту горючую смесь. Вот так. Низа, прямо самая низа она должна вот так быть. Она опять замерзла, да? Ага. Она быстро замерзает. Так, тогда будем действовать вот так. Осторожно только. Глянь, летушка. Вообще, все, мой дух. Мы ищем легких путей. Подожди, а может быть, давай. Вот так же я сделаю. Внутри, осторожно, Саша. Саша, не пахнет. Саша. Низа, низа. Да вот, Господи. Что происходит? Я вода не удержу. Не надо. Сейчас прогреется. штаны горят. Штаны горят. На потух. Тихо, 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 падет. Все. Давай, расправляй. А не получится. Сейчас. Стоп. Мне же, чтобы ты одной рукой держал хотя бы. Пониже. Так, держи. Я сверху буду держать. Держишь? Да. Ниже. Давай, чтобы камеру было видно. А там сейчас все. Не, не этот. Не, дождя, что расправляйся. Расправляйся, расправляйся, расправляйся. 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 Расправляйся, расправляйся. Так, давай, один ты вверх и держишь, другой я. Дождя. Брось, да брось, да, брось, не отвлекайся, но самое главное. Так, так, дожди, я сейчас это тоже возьму, чтобы. Вот так. Где тусы, череды? Маме вырывается наружу. Что происходит? Еще у вас не зря, да? Да, да. Давай, давай, давай. Давай. Смотрите, мы это сделали. Мы это сделали. Так, а камеру дай тебе. Шар полетел во вселенную. Ребята, наши желания полетели. Так, кто там еще вдруг не загадал, загадывайте, пока он летит. Слушай, ну вообще. Так, ты загадал желания? Я, да. Я загадал, чтобы шарик взлетел. Блин, он так топит вообще. Главное, чтобы никого-нибудь там не залетел в гости. Но я думаю, что он сейчас пока до космоса долетит, он и потухнет. Мы его раскочегарили там капитально. Блин, у него, видишь, он еще высоту как набирает. Ребята, он прям вверх сейчас так полетел. Реально, он улетает в космос. Мы еще там дополнительно нитро сделали, тряпочка с соляркой там намотанная. Ему сейчас лететь, он будет, наверное, до Липецка будет лететь. Да. Слушай, ну вообще, конечно, круто, круто. Вы вообще видели, что происходило сейчас там? Уф, Таша. Факел, блин. Какой горел. Классно. Так, он все еще летит. Все супер. Улетел высоко. Так, ваши желания по-любасу сбудутся, потому что столько мучений было. Все, ребят, все ваши желания и наши сбудутся. Так что... Не зря, не зря мы старались. Вторая попытка была успешная. Все, у нас, кстати, через полчаса наступает китайский Новый год. Ну, где-то через 45 минут. Так что мы вас поздравляем с китайским Новым годом. Сейчас на себя как мне перевернуть-то в сети. Сейчас я тебя посвечу, у меня что-то тут специальное приспособление есть. Так, поздравляем вас с китайским Новым годом, ребят. Всех целуем, любим. Ура, у нас это получилось. Ну, еще раз сейчас вам покажу шарик, который улетает. Всем хорошего вечера сегодня. Мы все молодцы. Все, шарик превратился в точку. Его еще видно. Да, видите, такая точечка, точечка. Все, все дома мы пролетели, все деревья пролетели. Осталось долететь до космоса. Все, спасибо всем, кто тут с нами в эфире. Всем пока!